Так, всем привет, вы на канале PandaWans2Play, последнее приготовление. В июле 1947 года в окрестностях города Розуэлл, штат-певистикой, а что ж, смотрим вступительный ролик по пулейшне Zero. Среди обломков ученые обнаружили источник энергии невероятной мощности, который изменил мир навсегда. Вихрь чужеродных открытий повлек землян в светлое будущее. Но на фоне прогресса росли и проблемы. Катаклизмами и техногенными катастрофами пестрили заголовки газет. Обстановка накалялась, и тогда из тени вышла корпорация, готовая решить все вопросы. Так родился проект Артемида. Колонисты, забыв родной дом, поднялись на борт корабля. Кеплер был близок, как никогда. Случайность ли, но инопланетная технология подвела Землю? Спасательные капсулы несли выживших полную опасность и неизвестность. И что-то на этой планете уже поджидало их. Так интересно, что же. Пап Юляйшку не сделала. Так, давайте сразу к настроечке. Поставим поменьше, потому что есть фризы в игре. Кажется, не до конца она оптимизирована. Так, ну что, поехали. При каждой смерти ваш показатель мутаций увеличивается. Гейзер в аномальном регионе согревает. У нас сейчас первый уровень. До второго нам нужно еще 200 очков. Пылый режим. Игроки не могут нанести друг другу. Кроме нельзя забирать вещи из трупов игроков. Через ней 21 час 30 минут играть. Так, смотрим, что у нас в инвентаре. В инвентаре у нас все отлично. Шлем, звездный гладиатор, броня, покоритель миров. Это мы сразу одеваем. Так, а что еще? Оружие обязательно нужно снарядить. Вот это тоже все втыкаем. Значит, ремень однозначно. Ну, все остальное нам пока не нужно. Можем все это раскрыть, конечно, но это мы сделаем позже. Посмотрим, что там внутри. Пока, чтобы у нас это не занимало место. Не будем это раскрывать. Вот. Ну, все и... Погнали, да? Перки у нас нет. Технологии тоже пока не открыты. Погнали смотреть. Так. Что-то в капсуле у нас там. Стандартный медицинский набор. Да? Тоже снарядить. И какой-то металлический стержень. Урон 105. Но у нас наличие глефа стража. Урон 123. Поэтому нам ее нет смысла ставить. Здесь. А, самым прикольно здесь. Так, что у нас сейчас в задании, какие первые сады, да? Ясно. лук герафита герафит повсеместно растет на земле используется для крафта сангвира какая-то хрень очередная давайте сделаем флягу себе наберем чистой воды отлично уже легче так чё у нас за монстр там внизу лень спускаться на самом деле я думаю нас на впереди их немало еще встретиться задание убейте существо или обойдите его ну обходить это не нашим будем валить все молодой кавр несложный несложный чувак так надо что-то выпить да и что нибудь съесть придется что-то скрывать набор для выживания подожди не надо нам снаряжаться нам нужно открыть чем не открывает или здесь невозможно его открыть а вы должны покинуть зону высадки чтобы открыть набор а нет это не проблема выносливость быстрого уходит спрыгни с уступа зашибись серьезно основательно готовьтесь в поход ворк ток youtube так вы этого не видели погнали токсичная вода выпить но пить мы не будем у нас чисто есть говори с капитаном эвансом ходит так нам нужно дойти до хобода на карте нихрена не видно каком пейзаже рнепалка оригинальное название алла бра чё-то ты какой-то нищебродный можете дать какую-то оружию не знаю вот это его можно выбросить а то но вряд ли возьмет здесь в поле а нельзя брать уже предметы так ладно погнали ничем я им помочь не могу а еще один у нас тут бодрячком он читал что открываясь это решил десантироваться без парашюта русские есть пишут есть есть это за чудовище морали их по и а и и и и и и и и Так, надо что-то пожать. Давай вот это откроем, что у нас здесь есть, что если добыть, ничего нет, а нет, вот есть, вот это давай, хоп. Так, давайте на карту глянем, но на карте, как обычно, ничего не видно, блин. Такую спиральную тень, непонятно. Да, спасибо за подписку. О, вот это прикольная тема, кстати говоря. Вот эти ягоды, они токсичность снимают. То есть если нет чистой воды под рукой, можно быть токсичным, но при этом эти ягоды жрать. Но правда при этом они и жажду увеличивают. Короче, такой палка двух концов. Но их можно еще в крафте использовать для лечебных, для повязок лечебных. Сейчас по максимуму все, что возможно, собираем. Ладно, чтоб перевеса у нас не было. Вот, и в хаб, в хабе берем задание, идем, выполняем его. Вот там, в принципе, первое задание, оно несложное. Вот второе уже посложнее. И немножко надо экономить те вещи, которые изначально на старте дали. В частности, вот эти вот медицинские наборы. С ними надо поинтереснее обходиться, потому что если их безумно тратить, и потом сделать повязку, это уже геморрой. Во-первых, нужно еще рецепт этой повязки открыть. Во-вторых, там ингредиенты такие, что пока ты их соберешь, здесь тысячи раз можно умереть. Поэтому если вы вдруг решите поиграть, экономьте медицину как бы только можно, потому что на старте с этим беда. О, пойдемте пожарим мясо. Здесь костерок есть как раз. Так, ага, а у нас технологии-то не изучены. Есть у нас... О, у нас 10 очков, отлично. Как это мы сможем все сейчас изучить без проблем? Активируем костер, активируем мясо. Активируем примитивный молот. Это у нас еще примитивный нож. Нам это, конечно, особо не понадобится, но... Пусть будет, да. Рисованная тонкая кожа. Простой контейнер обязательно нам понадобится. Особенно на старте. Так. Я думаю, до кучи все-таки вот это пооткрывать. Вот веревку обязательно. Примитивная кайла. Это тоже обязательно. Вот что у нас еще? Единица осталась, да? Вот это вот пусть будет. Все. Отлично. Так. Жарим мясо. Ага. А нам его не хватает даже, чтобы пожарить. Нам надо четыре. Ну ладно. Это что? Еда у нас есть. Вот чуваки начинают ютов валить. Безобидных существ, которые сами не нападают. С них можно мясо собрать. Так. Давайте изучим. Жди. Нам... Вот это надо изучить. Ага. Все. Отлично. Так. Хаб у нас должен быть где-то в той стороне. Спасибо за подпуск. Вот что мне не нравится в этой игре изначально. Вот в некоторых регионах есть фризы. Видимо, она, ну, не до конца хорошо оптимизирована. Потому что я пытался играть на 2К. И мне пришлось переключиться все-таки на Full HD. Потому что, ну, блин. Реально есть, как бы, сложности в некоторых местах. Вот. Поэтому пока играем на Full HD. Ну, это особо, как бы, не проблема. Аномальный регион. Да. Интересно. Что у нас по карте там? Хаба. А, вот он хаб, а я его немножко... Мимо прошел, да? Так, давай возвращаться. Потому что нам нужно на ХАП попасть. Ну, и боевка здесь такая. Она, конечно, немного странноватая, я бы назвал ее. Давайте с Кваром помесимся. Здесь можно отпрыгивать в стороны. Вперед, назад, право, лево, да? Если по ходу движения. Но кнопка по умолчанию стоит Альт. Она такая неудобная. И переназначить ее нету с возможностями в игре. Потому что настройка хоть не предусмотрена. На самом деле это геморрой. Просто геморрой. Функция, она нужная для боя, да? Если вот так вот в сторону там отпрыгнуть по резку. Но, блин, это неудобно вообще. Вот надо, чтобы настроечки они поменяли. Тогда будет отлично вообще. Так, давайте вот это изучим. Зачем-то воду выпил. Подожди. Так, ботаника плюс один. Отлично. Так, а собрать мы его пока не можем. Потому что у нас нет для этого инструмента. Нам нужен камень. Ладно, пока не будем с этим взборачиваться. Пойдем на хаб сгоняем. У нас другая миссия на носу. Пойдем на хаб сгоняем. быстро устает очень верно думаю что появится какие-то перки наверно последствия которые будут вырослые увеличивать но пока что-то он просто устает жёсткая тварь так надо полечиться так чё у нас в инвентаре принципе все хорошо да водичка попить пока еще ну надо посмотреть настройка хистом яркость придется так играть где у нас там далеко на правой и прямо чем-то на ноу-мэн-скай похож да и даже есть звуки которые вот прям оттуда взят я не знаю может быть совпадение конечно вот один звук я точно помню который был но мальской здесь появился повече резки так ночью смотрим народу много у нас здесь нет 1 2 3 4 5 короче с десяток может берется вот так ничего смотрим умопомрачительные квесты да разгадываем так что тут происходят что буквально час назад капсула вместе со мной приземлилась на кеплер и может я могу могу поговорить с кем-то другим а ну короче он начал отмазываться типа да вы меня заколебали у вас здесь ходит собак не резан и каждому я устал отвечать а вот на держи вот короче вот и бумажка читай разбирайся окей хорошо спасибо посмотрим чё за бумажка там а вот он смотри сутки на планете длятся 7 земных дней ночью все люди по неизвестной причине муссируют становятся существами безразума войдами чтобы избежать этого необходимо лечь в одной спасательных капсул расположенных в хабе это доступно только тем кто активно участвует в жизни хабы выполняя распоряжение радовать тенуша и других упаломоченных лиц ясно короче на добровольное рабство так вот радов у вас да как я могу помочь так отлично пройдись по округе и возьми образцы тканей струков войдов образцы тканей войдов так понятно будет огромные прямоходящие твари в которых люди превращаются если вовремя не ложатся спать вода не переживают ночи мы каждое утро их исследуем зачем спроси у тенуша но вроде как дело важное хорошо смотрим задание изучение войдов отслеживание стоит все погнали только мы сейчас водички еще наберем с собой чистые попьем и наберем нам и пойдем да 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 15 00 у нас перезагрузка серверов точно минут 15 так что придется подождать ребята глянем по настройкам у нас еще такая фигня да сейчас 15 минут и продолжим поэтому я расходить а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 а лабора ватсап чувствуешь двигайся двигайся времен и на исходе постелок давайте пожарим мяса если нам хватит так вот у нас отлично можно и геофит тоже пуховчик лишним не бывает есть косяки конечно мелкие в частности вот допустим если я беру такую же предмет до из ячейки готов предметов я не могу его сразу наложить на такой же предмет нертику приходится его сначала кидать в инвентарь потом только я могу его сгруппировать а в идеале вы сделали привет таймер пред в деле сделали бы просто на shift как это наверно всех нормальных играх да там зажал нажал и перекинул здесь пока все немного печально в этом плане так попить надо воды и погнали так давай настроечки поменяем потому что я чувствую что у нас 2k стоит фпс проседает все так будет лучше игра выживать но со своими приколами то есть тебе дается 168 часов на выполнение миссии если ты соответственно не успеваешь ты не попадаешь в капсулу на хаби а капсула это своего рода такое сохранение твое да то есть всего что ты насобирал а опыт твой останется да но не останется ничего из того что ты насобирал то есть по сути ну как бы это происходит вайт если ты попал капсул ты сохранился если нет и начинаешь по новой но только уже более опытным там перки у тебя остаются мой опыт остается технологии твои но вот насчет технологии не уверен не знаю это надо уже смотреть вот и соответственно типичный выживач на ресурсы собираем крафтим строим строительство будет доступна там на более сложную следующих уровнях да то есть по мере развития твоего такой вот капсула находится на хаби но дело не в том где она находится в том достоин ли ты ее занять вот и все то есть тебе надо выполнить все миссии чтобы сохраниться вот если мы нажмем на escape да вот здесь вот у нас написано время оставшиеся до выполнения или 6 дней 20 часов 13 минут нам за это время нужно успеть и вверху вот если обратите внимание есть такая шкала мутация твоя от человека до войда если ты будешь умирать очень часто ты превращаешься в войда у тебя спидраном слушай еще она только сегодня выходит официально 18 00 в продажу поэтому тебе наверное сейчас никто не скажет можно ли спидраном или нет может быть потом появится люди которые это сделают и тебе расскажут сейчас это тебе никто не скажет вот по поводу войда и короче превращаешься если ты очень часто умираешь превращаешься войду у тебя ну это как такое существо она физически сильная но она насколько я понял а ночью не выживает то есть ты один день живешь и умираешь у тебя ни шмоток ничего нет это тупо какой-то знаешь что к монстр да ты можешь бегать людей убивать им вот ну и наверное все что ты можешь им делать так мне надо сейчас посмотреть по карте где мы находимся мне надо вот сюда вот это нам вот в ту сторону получается да ясно нужно 10 образцов ткани войда собрать это будет первое наше задание да спасибо за подписку вот даже я чувствую здесь вот fps проседает ну это знаешь это больше зона для того наверное для тех людей которые часто умирают тоже имеется ввиду и когда и тебя будут убивать люди обычные то есть не только когда ты будешь сам умирать до каких-то других причин если тебя постоянно убивают и превращаешься войда и как бы основная задача это отомстить твоим обидчикам то есть это вполне реально здесь но я так понял что на этом твоя миссия заканчивается да и тебе нужно начинать все сначала вот вот это синий это трупы чьи тогда то есть человек здесь бегал умер и вот шмотки его остались здесь на пв сервере бы взять это не можем на кого-то это будет возможно вот это тварь сильная так это наш первый квар те были молодые этот уже взрослый он мощный гад поэтому если вдруг на думаете играть с ним поаккуратнее если их двое лучше сваливать и по одному их валить потому что двоих но теоретически можно конечно завалить но все здоровье просадите капитально так сейчас я посмотрю по местности что-то я не узнаю ни хрена по моему туда нам надо нет сейчас да нам в ту сторону упав уши дефокс привет еще играешь нет так короче суть сбора этих образцов она такая и в принципе она простая вот не надо мотаться по тем зонам который на карте обозначена можно в одной просто бегать да привет привет и нс бегать в этой зоне лет назад они здесь спауниться эти останки это то что я успел понять за время игры я пытался бегать по разным зонам потом понял что смысла нет они все в принципе здесь появлялся другое дело если здесь народу будет много да и дышать я только тупо и собирать так вот уже читать здесь останки валяются кто-то героический погиб наверно уже плюнул на это дело сказал мне все хоро я больше не буду так мне надо срочно либо полечиться либо отдохнуть потому что следующий кварт может стать для меня смертельным так попьем нам еще не похаваем все отлично но здесь народу уже много тусуются мы собрать образцы тканей это блин будет уже довольно проблематично либо надо другую зону бежать которые подальше так а давайте глянем где у нас там ближайшие ясно ясно так ну блин вот до этой конечно далековато бежать а вот это здесь проход под под землей болен там я не хочу тоже туда можно в эту конечно забежать пойдемте туда там потусуемся если дойду конечно потому что столько монстров мать их так он еще шмотки чита валяются ненужные кому никому переход в регион красные мухи 50 процентов давайте глянем блин я вообще в другую сторону бегу так разворачиваемся на 45 нет на 90 а на гору да ну я просто по карте смотрю вроде как это река под ней там проливается ну не суть ну короче там такой геморройный регион насколько я понял в это проще так час подожди вот туда нам надо погнали просто здесь много желающих это наверно ближайший регион где ткани войдов исполнится они все сюда выманулись кто-то свой штандарт здесь выставил а там мороз в этом регионе да блин хреновато сейчас посмотрим если совсем плохо будет то вернемся ты думаешь не оптимизация не очень нравится на самом деле в 2к есть фризы капитальные вот некоторых локациях по сравнению с другими играми до более требовательными даже это выглядит не очень хорошо на горе а если правее сова ванну ну-ка так ну вот все я в принципе здесь ищем короче ищем ищем здесь у нас нормальная температура все вот вот здесь вот начинается смотри фпс падает капитально просто я не знаю почему но это пипец так а почему у меня отравление я что-то выпил я вроде ничего не пил нет надо ягод сожрать а это блин регион токсичный все я понял я просто в таких еще не был токсичный регион все болит вот он вот есть одни останки на нашли куда побежал стой эй ты куда давай сразимся да не нервничка бегают у меня пока запас есть еще пока не все так плохо откажется надо хотя пяток здесь собрать сюда то как бы люди не суются поэтому здесь сто процентов войдов этих образцей можно без проблем найти потому что здесь выше токсичность какая у меня в конце концов ягоды есть они токсичность снижают поскольку я знаю так чё здесь это у нас сангвиры нахер а вот есть отлично уже два так ну чё половину мне снесло надо подлечиться но это хорошо может быть что-то пофиксили либо поправили меня больше напрягает жара если честно блин такое ощущение что от нее вообще никакого спаса нет но я понимаю что может сделать какая-то хрень есть который можно найти папа он помазать или не так будет лет но когда блин и и нету она примут что-то прям паника у меня наступает от жары я не знаю мне токсичность так не убивает как жара ауде смотри здесь уже токсик по нулям и по на входе как бы ничего нету дачу продвинулся и понеслась удеть еще норма все вот вот уже началось нифига себе вот это тебе повезло офигенно блин это понимаю петки там случайном порядке до дропаются да я бы за этот перк наверное много чё отдал бы потому что вот второй этап да там где нужно орина по моему собирать там блин по пустыне шастать это жесть у тебя эти 20 здоровья каждые 5 секунд то есть короче по идее если я буду в токсичном регионе довольно миксельное время находиться возможно мне какой-нибудь перк выпадет на защиту да от этой фигни ну если вот так вот логике следовать так надо валить потихоньку ищи га себе так у тебя там вообще такая комбинация идеальная просто антиперегрев антимороз осталось только антитоксик и все король король карты для так чем не напахал отец нет ничего нормального блин вот они здесь расплодились квары смотри два штуки целых справа я все таки в том регионе было безопаснее собирать эти останки там ничего там ну да бегают там пару кваров внутри можем и штуки а здесь и квары и токсик блин вообще о нет это камень черт я уже обрадовался были так не чего возвращаться не знаю даже еще или еще побегать есть такое подозрение что нужно чуть дальше отойти и тогда может быть здесь заспауниться они по новой слушай а ты этого сахарыма убивал лет хотя бы маленького на здорово по моему там надо блин человек 56 наверно как минимум это блин не факт у нас здесь конкурирующая фирма появилась техника техника это наша корова мы еду наконец-то мать его оказалась верна а так срочно 5 5 5 лечимся лечимся блин чуть не откинулся блин не короче надо попроще регион искать потому что здесь очень много я потрачу аптечек они нам еще пригодятся надо экономить так ту сторону нам надо идти я что-то еще на забыто короче попробовал смотрю какая-то хрень идет с какими-то наростами непонятными то ли живой то ли не живой дай подойду по дому посмотрю подошел такой раз смотрел чё-то были как у меня отхерачивал бля он нет я отлетел наверно метров на 10 от него был думаю не нахер и начал сваливать он за мной бежит как будто он не весит там несколько килограмм в легкую просто мне догоняет я думаю ёпта что это за хрень бля ну короче весело получилось так надо наверно чё-то пожарить все-таки потому что хороших рабочих выразить тоже не хочется как у меня тут на один то и осталось да офигеть блин вообще я не знаю здорово вообще в одиночку наверно вряд ли завалишь так короче давайте еще один найдем фрагмент и пойдем все-таки более безопасный регион искать твою мать меня не отстанет я не хочу с тобой играться так четыре есть еще шесть осталось это немного можно принципе наверху сюда изгонять такой вроде с виду обычный регион посмотрим да тут с регенерацией конечно вопрос если на старте еще как вот аптечки еще какие то есть и потом чтобы скрафтить бинт блин это нужно пустынный этот как его на б найти потом новый остальные два ингредиента в ягоды еще чё-то они несложные а вот этот пустынный брахус или как называется это проблема были пока его найдешь там вот эти в пустыне вот эти твари которые или теплым и потом это жара еще и 20 штук нужно чтобы один бинт сделать который восстановит 2 200 здоровья не знаю пустыне здесь есть это точно вот потому что я задолбался там тори собирать смотри здесь сколько странников на халявной территории бегают ищут останки никто не хочет на токсике заморачиваться все вот смотри смотри насколько и тут раз два три 4 5 6 человек я седьмой все на халяву хотят восьмой о это уже контейнер успел сделать так а вообще я не знаю сейчас если действительно 18 часов старт продаж начнется и как сервера лягут просто как было с лестозис апреки если бы это был пвп тут бы сейчас просто вот эти все люди они между собой бились бы так ну чё блин ну здесь нет смысла ничего искать их их тут так много очень этих людей так здесь мы были здесь были здесь токсик короче вот только вот этот вариант остается но там наверное тоже народ до хрена так это у нас в той стороне да пойдем там посмотрим что делать то блин и так ни хрена не насобираю о попу я что-то это глубоких рек таких и не видел белка зубов хочу напишет слышать на английском через сквозь зубей миссии а чё ты хотел британ шедевр очевидно так немного неправильно мы движим нам туда сбойный щит пишет не тут есть еще на чем работать это конечно но собственно и открытый бета-тест это же не релиз игры они так и позиционировали так я смотрю как здесь пройти можно опа есть один трупик лежит смотри не дошел так он резко то уходит от супер ударов блин тварь да все неоднозначно на самом деле да ты прав отзывы будут мне кажется ну 50 на 50 так нам надо как-то вот туда пройти и непонятно как это сделать если здесь вообще возможность пройти опа кто-то куртку свою скинул тяжело было слушай а давай заберем потому что она же изнашивается тоже нам пригодится тогда мы еще себе одежду сделаем так опа смотри вот эта тема это хорошая тема кокон это всегда хорошо все коконы надо активировать потому что если ты погибнешь где-то рядом будешь меньше идти до своей смерти до места своей смерти да спасибо за подписку в смысле слишком громко что ли а игровой звук слишком громкий да сейчас давай сделаем так нормально так давай карту глянем и она не знаю с этой стороны мы точно не пройдем вот только если вот отсюда но блин короче пошли назад дохлый номер вот это вот халява подождать пока калк квар разберется с ютами потом просто место собрать я один раз решил заступиться за ютов помочь ему бить квара а эти твари после того как я его убил они меня заплевали а нифига себе смотри они его победили 1 уюта только потеряли химик да есть другие игроки но тут суть в чем тебе чтобы попасть на сервер pvp тебе нужно 400 очков набрать вот то есть начинаешь ты на пве сервере здесь никого нельзя убить здесь ничьи шмотки нельзя забрать проходишь миссии набираешь 400 очков и соответственно попадаешь на сервер pvp там уже все 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 прелесть pvp ради бога убивай играй как хочешь вот для этого нужно вот такое типа обучение пройти так погнали ладно он смотри сколько мяса валяется мимо этого это конечно почувство пройти не знаю у меня они меня завалили короче у меня как раз там хп мало оставалось я думал ну сейчас не будет трогать меня они меня заплевали строить базы конечно если почему нет там во первых там есть крафт многих вещей которые ты можешь сделать только на станке на прессе да и это однозначно где то надо располагать какая-то база нужна однозначно рассмотрим почти всех завалил сейчас у с ними разберется я его добью двое осталось давай братану один все а теперь я все выживает сильнейший скука мясо блин халява вообще просто отлично так чем у нас вода на исходе до походу придется в токсик возвращаться потому что ну блин сейчас везде народу до хрена и там и там да кстати тут есть замах на 1 такой своеобразный тоже так нам вот куда надо ну что то есть похоже да что то похоже есть бля я вот не боюсь представить что будет когда сервера но когда люди начнут заходить после покупки это вот сейчас тут просто невозможно ничего собрать а когда здесь будет по 30 40 человек тусить это чё как быть вообще и никого нельзя убить бегать караулить эти останки смотри сколько трупов валяется уже никто с кларами не справляется иди сюда иди иди они когда на краю чего-то стоят они не в сторону не опрыгивают этим можно пользоваться кстати так не надо похавать чё-нибудь из виды из нормальной спасибо за подписку смотрите пацаны по поводу того как я получил доступ на стадии закрытого бета-тестирования продавались у нас ну как назвать это наборы так скажем там был страж первопроходец командующий вот короче если ты его покупаешь один из них то ты тебе доступ к игре предоставляется раньше чем всем остальным вот соответственно мне вчера пришло письмо и активировал код и все его со вчерашнего дня пытаюсь пройти все это дело а всем остальным смертным придется ждать официального старта продаж никуда от этого не денетесь как это не печально но сейчас играют сейчас играют именно те кто покупал эти наборы начиная там самого первого заканчивая самым верхним то есть если я едва куплю пакету я она поиграть да братан она поиграть если ты купил бы пакет я не думаю сейчас продаются не знаю продаются они сейчас или нет да через час 30 общий старт я боюсь что сервера просто рухнут посмотрим так вот смотрите у нас здесь сколько раз два три 4 5 5 человек как нам блин вот всем здесь поделить эти останки войда блин это жесть да минус отсутствие pvp это минус на старте сейчас бы я просто допустим попробовал бы каунте убить и забрать его шмот и там бы скорее все были какие-то останки возможно да я бы просто таким образом бы нафармил это дело и пошел бы сдавать а получается что мне тупо надо пытаться первым прибежать их за спаунившим ся останком либо на другую зону идти на toxic например где мы были уже самом начале вот здесь удар там вообще никого нет практически но здесь нереально были просто потом здесь они не заполнится я вот заметил фишку что они появляются здесь эти останки когда здесь никого нет то есть я ведь так полагаю что чанг выгружается потом загружается по новой и когда приходишь они соответственно есть вот я больше чем уверен что вот они здесь стоят нихрена не здесь не появится сами по себе не так кажется нужно выходить отсюда потом опять заходить и искать хотя может быть и ошибаюсь да там в принципе чтобы набрать 400 очков и зайти на пвп там достаточно два квеста выполнить вот можно даже ну посмотри как я как у меня было я играл первый раз когда а я выполнил только вот этот вот первый квест набрал 10 образцов тканевой до отнес все соответственно дальше начал делать но учета как-то вот по пустыне у меня вообще сейчас расскажу о пустыне что-то не как-то не поперла были начали меня валить эти твари которые там крутится потом жара вот это я смотрю у меня смерти и уже наполовину короче а если ты умираешь но пусть еще половина смертей ты прощишься вой да и как бы уже смысла нет дальше играть вот я решил короче типа есть такая там фишка сдаться и начать по новой да я решил как бы сдаться начать по новой но за то задание которое я выполнил мне дали 200 очков то есть получается по хорошему если я щас допустим выполняем вот это задание у меня уже будет 400 то есть если я сейчас выполняю первое задание сдаюсь и получаю еще 200 очков сумме меня получается 400 я тупо могу на пвп эти все то есть можно не выполняем даже всю основную линию вот так вот по простому пути скажем так пойти потому что собрать 200 ория прин я нашел один источник 1 1 1 1 месторождение там всего 5 его было единиц а это нужно 200 то есть мне нужно 40 таких месторождений найти а ходить по пустыне блин ну что-то как-то вообще не айс нужно чтобы там ходить по-нормальному до без последствий особо нужно экипироваться офигенно просто потому что на самом деле в голову и там сложно вообще ходить постоянно умираешь были мы постоянно нужно возвращаться свой шмот пытаться забрать это жесть так у нас перк открылись сейчас посмотрим что да история вообще дичь какая-то блин но это я не знаю для того чтобы нормально залутать тория нужно во первых сделать себе вот эту мазь от перегрева да во вторых сделать нормальную бронь q чтобы тетя эти твари которые в пустыне там водится не пилили с ними можно сражаться я даже уже примерно понял как но их там блин вот из них три штуки на тебя нападает но все считай короче они тебя запилят там так смотрим чем у нас получается у нас там перк открылся на давай глянем так кровь с молоко максимальное здоровье плюс 17 процентов от позначения в принципе так же как и у меня и было самом начале в первый раз сразу сюда перестащим пошли короче на токсик потому что здесь нефиг ловить а кто дает что за препарат я что-то не слышал про такое принципе если мутацию можно скидывать но это нормально это классно теперь по поводу как не игра да там вопрос задали я не знаю как эта идея зайдет не зайдет вообще что мне непонятно если я прохожу допустим основной квестовую линию за отведенное мне время наступну допустим до попадая в эту капсулу наступает вайп что будет дальше мне непонятно ну сохраняя собой какие-то шмотки да вот допустим все вайпится у меня появились шмотки для того чтобы какую-то базу построить хорошо построился я и все что дальше мне нужно выполнять те же самые квесты или будут другие квесты более сложные непонятно то есть понимаешь если будет что-то другое базара нет есть смысл играть а если опять то же самое ну блин ну хорошо ты быстрее все это пройдешь дальше что бегать мочить других людей пытаться им помешать это сделать ну наверно найдутся любители на такое занятие так нам нужно вот туда ну может быть я ошибаюсь понимаешь мы же до конца не понимаем как идея и они закинули идею да а как они реализовали непонятно да да идея чистого пвп но она в итоге я думаю что к этому все и придет в конечном итоге вы стык листами знаешь квесты как будто кучей что квесты это просто такая подготовка для глобального пвп все так сейчас мы здесь попробую чуть пособирать все таки деваться некуда народу уже много играет поэтому придется тусить в самых непопулярных местах о пацаны с двумя я не хочу 2 это слишком для меня давай качать на руках этот райзинг слушай я даже не знаю чё за игра мне она напоминает no man's sky и даже звук есть один прям вот оттуда один в один я не знаю совпадение или нет но похоже до боевка в боевку кстати если для пвп надо нормально бороть поделось я почти убил меня боевку более адекватно надо делать да блок только один даже в том же мастера здесь все там три блока сверху справа слева здесь один все бэм-бэм финал знает насколько он эффективен когда блок ставишь выносливость падает когда просто бьешь ни хрена не падает и логично вот падает только от стрейфа да и от блока все то есть стрейфа раз пошел упала блок поставил падает я логично так у нас вот там где-то останки были надо и быстро собрать пока их или хуже утащили боли пока я бился тут сволочи видишь тем более нет смысла да в этом блоке если силовая атака проходит ну от силовой можно отскочить наверное пока я не понял мы уже вроде как в этой зоне находимся а вот все только сейчас токсик начал действовать одежда уже наполовину износилась блин и аптимизация мне не очень нравится я уже в самом начале говорил об этом где уж поправить конечно вроде как бы знаешь ну графика не сказать чтобы она прям вообще она скорее не такая вот вода даже но что это блин некоторых локациях фпс просегает я сравниваю с теми играми которые были требовательны и там нет такого фпс стабилен нормально все здесь непонятно ну да если бы здесь была гностика супер-пупер вообще прям графика остализированная все я бы еще понял ну да блин текстурки даже не особо вот посмотри на землю ну чё это чё так блин четыре четыре еще шесть надо и у меня чё-то конечно по здоровью просадка идет надо восстанавливаться пока не убили ну возможно да возможно что поправит конечно но она не то что нулевая нет я не говорю что она нулевая она скорее недоработанная так не надо из зоны выйти чтобы здоровье восстановить блин вот все я говорю вот народу намежала теперь даже первое задание выполните уже проблема просто без пвп это реально проблема опять человек на каждой локации находится блять и как с ними блин бороться блять так со здоровьем то что-то все падает падает по мне почему мне отравление то это ягоды где блин я сейчас так сдохну давай распечатывать какой чемодан так зашибись здесь ни хрена нету и щелок нету нифига но будем надеяться что так и будет главное чтоб сервера не упали мне уже с водой беда все я не знаю короче пацаны были придется токсик пить и перегруз блин так надо наверное веревок справка скрафте чтобы облегчиться вот тоже прикольно стебли сангвиры весят больше чем если бы мы из них веревки сделали по крайней мере это я заметил когда первый раз проходил сейчас посмотрим может быть что-то поменялось ну да реально смотрите уменьшается у нас переносимый груз то есть мы крафтим и тем самым мы можем грузоподъемность свою улучшить так погнали короче надо искать деваться некуда все у меня перегруз блин не надо что-то теперь выкидывать то у нас самое тяжелое прессованная кожа у меня откуда-то а это наверное из ящика это можно наверно сожрать штандарты они в принципе ничего не весят она принципе сейчас докрафтится нормально будет нет вот мясо кстати нифига она по моему даже наоборот жареное мясо тяжелее сырого звучит как бред конечно но это факт кассирчик сделаем щас да брак тусовая смола по моему она часа она у меня есть то а вот цветы до 10 килограмм асмеда и смола вот 717 сумме вот они до хрена занимают сейчас у меня вот докрафтится у меня уже будет облегчение да да еще здесь все три цветка на 60 килограмма все радует что можно тупо заниматься своими делами а у тебя крафт идет внутри это конечно уникальное явление я наверно девок не встречал такого так ну чё вот там вот у нас эти два блин долбанных клара блин здесь посмотрим сначала блять тут еще один да придется биться деваться метода ну я вот в раз не играл даже не пробовал блин так вот у нас кстати костерок весь можно здесь пожарить типа чуваках дела все нормально да втерся в доверие и раз так пистолет и достаешь да и голову так насколько успел понять здесь только в двух местах спаунятся эти останки так вот одни вот 5 до где-то на той стороне по моему нас мясо заберем а высокий шанс сосечки о чувак извини не получилось у кого какие версии есть вот то что не разрешили ранний стрим насколько повлияет вообще на людей в плане приобретение пиле хуже это будет или лучше мне кажется хуже супер потому что картинка картинкой да у них идеально сделано как бы промоушен все роли просто офигенный трейлер сам ну игра неоднозначная конечно пока неоднозначная так отлично 6 у нас уже еще 4 так надо мне полечиться да да кстати говоря многие то наверное дискорде не сидят и не читают если бы я тоже там не сидел я бы и не знал что разрешили стримить вот поэтому тут в этом плане конечно косяк блять у меня здоровье уходит что делать придется распаковываться пилка есть блин я не вижу нифига деваться некуда блин вот так вот распаковываешься и вес у тебя хоба резко повышается просто можно скинуть конечно все это потом забрать вот это можно скинуть наверно нафиг пока не надо нам это вот так вот потом заберем если чё я думаю все таки не выполнять миссию с торием 200 очков я заработаю у меня в сумме уже 400 будет заодно проверим мою теорию и на пвп потому что с торием это просто сбринет геморрой тут еще о отлично еще три чё она прям на входе стоит да на выходе точнее из хаба да всех подряд у меня принципе пофиг у меня там начальный шмот он никуда не денется главное прорваться ну я так планирую сделать потому что я не вижу смысла дальше здесь играть с таким образом можно пройти как понимаешь папа экспозиция называемое отлично 8 еще 2 вот этого я не знаю надо посмотреть потому что невозможно понять со старта сколько где нужно опыта набрать видно да что на пвп-400 дальше непонятно нет там и такой информации и почему-то да вот как нормальных играх там опыт постоянно текапы за все да здесь нет то есть миссию выполняешь тебе за это очки и все чтобы как-то иначе заработать опыт такой возможности нету да насчет стройки тоже не пока под вопросом определенных зонах ну сделайте вы так 9 еще один там в районе хаба да там зону чтобы нельзя было строится но чуть дальше ради бога где угодно в чем проблема да ну застроить или чего у вас вайп каждые 7 суток разница мне чё там построят все десятый я погнал отлично да спасибо за подписку я готов я собрал все 10 образцов чуть не сдох были все здоровья потратила но вот тоже да с опытом непонятная тема так смотрим куда нам идти то в какую сторону блин сейчас я уйду так мы все правильно мы идем нам чуть чуть левее взять и все уфим привет ты знаешь смотря что тебе нравится вот если нравится раз наверное да есть смысл и сложно пока сказать на данном этапе насколько интересный контент нас ждет в будущем понимаешь то есть ну пока вот на пв на вначале в самом ну скучновато пока вот есть конечно вероятность что дальше будет интереснее но однозначно я сказать об этом не могу сейчас идем на пвп еще по крайней мере попробую попасть на пвп и посмотреть чё там вообще как дело обстоит потому что вот допустим если взять здесь ну первая миссия который здесь предлагается она но более-менее решаемого стараемся она сложная по крайней мере метод показался блин тварь где моя лечилка 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 вообще я верю в эту игру на самом деле вот возможно что ее допилят но этого бт это открытый бета-тест поэтому надо скидки делать все таки на это дело с этим ничего не поделаешь они будут ее скорее все допиливать про пожеланиям игроков без этого никак может учета в итоге как бы будет отлично все наверное через каждые 7 дней вайта бля я пустыню забрел еще здесь попилят на куски 168 часов тебе дается на выполнение миссии вот соответственно если ты не выполняешь ты сохраняешь весь свой опыт сохраняешь все свои шмотки сохраняешь все насколько я понимаю попадая в капсулу да если ты не выполняешь эти миссии то у тебя остается только твой опыт возможно перки вот с этим пока непонятно как это будет выглядеть поэтому будем ждать будем смотреть что исчезнет что нет так мне нужен хаб подожди мне надо блин а вот в ту сторону да получается да ой с базами пока ничего с базами пока вообще ничего потому что я даже не помню на каком уровне строительство вообще в принципе разрешено то есть на третьем по моему до этого еще никто не дошел соответственно тебе сейчас никто не скажет как это выглядит и как это все работает пока кто-либо не дойдет до этого понимаешь на данном этапе строительство никакой в принципе невозможно так чё у нас здесь у нас здесь кокон отлично и ягоды да не за что залетай так хочу у нас этот кокон активирована здесь мы уже были кто-то выбросил кирку причем нормальную да ладно давай возьмем почему я слия они погоди нет она изношенная поэтому наверное ее и можно взять химик нет на данном этапе развития этой игры там нет возможности не пати не гильдии ничего но они как они вроде обещают это сделать пока нет пока если вы хотите поиграть вдвоем вы просто тупо бегаете рядом и все и на этом все как бы так идем на обратно как не могу дойти до хаба блин так у меня перегруз мне надо что-то выбросить да это тоже косяк плод прочность не показывается вообще не показывает в каком состоянии ты просто берешь лишние действия выполняешь так давай вот это съедим да вот это тоже и придется в воду нам токсичную попить и погнали ты имеешь ввиду внутриигровой контент я думаю вряд ли мне мне кажется она единоразово ты платишь и все ну по крайней мере речи не шло free-to-play не было вообще речь бтупи так начала у нас тут синий и синие огоньки а могилок колонистов да никто не хочет своей шмотки забирать на самом деле да если ты не купил никакой себе пакет на старте спасибо за подписку заходишь в игру да и встречаешься с кваром я не знаю даже как как тебе выжить блять вот с ним можешь допустим какое-нибудь примитивное копье сделать на старте но мне кажется одна схватка с кваром у тебя дай бог если ты выживешь просто среди все выпадает практически все там есть ресурсы которые могут с вероятностью 80 процентов могут свернуть сто процентов не выпасть то есть у меня допустим как у командующего да у меня остается шлем остается броня остаются а вот глиф а вот это ксенобой глиф тоже это все сто процентов остается она не выпадает что-то остается из того что я набрал но большинство выпадает все а да ты сможешь купить через 50 минут эту игру и начать играть если сервис серваки не рухну да почему нет вот но основная часть выпадает но вот какие какой-то минимум он остается по крайней мере у тех кто купил вот эти пакеты я не знаю что там с простыми смертными слушай а последняя информация это 1800 я не знаю почему стиме 21 стоит но в дискорде везде говорили про 1800 поэтому ничего не менялось по крайней мере я не слышал об этом я чувствую сейчас 18 у нас все рухнет все серваки блин просто люди начнут залетать хорошо пока на пвп народу мало будет она была и будет жесть просто мне чисто даже интересно зайти поглядя чё будет ну химик есть такая вероятность есть такая вероятность но будем надеяться что они знают эту ситуацию с лестозис и этого не допустят вот у нас брактус вот это вот брактус его можно добывать киркой он участвует в крафте некоторых предметов но пока он нам нахрен не нужен я его пока брать не буду тем более у меня кики то нету так блин я чё-то забрёв такие дебри блин так все правильно я иду на счетах как-то стремновато да не это без проблем я уже прокачался считай а по fps ну визуально чисто комфортно играть в принципе 60 наверно есть вот нормально не проседает но я играю не в 2к то есть обычная во все игру 2к играет здесь я поставил все-таки full hd потому что 2к есть фризы с этим да и с этим вопрос если есть такая возможность бери сразу dlc вообще не парись если там есть возможность командующего взять но он дорогой командующий по крайней мере тогда когда я браун 5000 стоил вот но у тебя соответственно будет вот эта броня вот этот шлем да вот это оружие наборы все по выживалке там ресурсов дохренища там а медицинские препараты дома и да там строительные все то есть вообще тема классная для выживания вот если ты возьмешь тебе гораздо проще будет гораздо вот те у кого ничего нету я не знаю я говорю у них первый квар и все и их будут выносить они не справятся даже с этим кваром я тебе отвечаю потому что кварт такая тварь я ты с ним как бы конечно с ним половину здоровья трачу чтобы его завалить но это в худшем случае а в лучшем если повезет ну треть а простой новичок с кваром но я не знаю как он я бы с ним даже не стал драться если честно вам тварь мощная так ночью сливаем короче это все я принес да спасибо передам их лаборатории что нибудь еще нужно да если ты hardcore тебе нравится можно не брать и просто замучаешься как бы так нужен туре для реактора запасы мяса кончается хоть сумеешь ну да приходилось народу смотри вот просто сейчас еще даже не анонс да вот смотрим смотрим давай на скидку раз два три 4 5 6 7 8 вот здесь только смотри сколько стоит 9 10 11 12 13 14 15 16 нас выключить 20 25 грубо да это еще мало на самом деле вот такая тема значит на хабе есть рабочий стол а есть предметы которые можно крафтить только либо на рабочем столе либо на прессе вот учитывая то что ты на старте не можешь сделать себе рабочий стол и ты пользуешься им на хабе соответственно стена чуток скрафтить вот допустим я могу здесь скрафтить себе контейнер на той сам я его сделать не могу где-то там удаленно на подхожу к этому столу здесь это все делать вот пока ты свой не сделаешь вот сушильня допустим да здесь ты можешь что-то тоже сделать но у меня пока эти технологии не открыты вот потом пресс какой то есть там кожу можно прессованную делать да вот он пресс вот для того чтобы использовать пресс выполните задание разрешение на использование пресса шанс умереть влагах есть да у меня уже хватает для перехода другой режим не но мне нужно для этого сдаться то есть грубо говоря перестать выполнять хвост и по идее мне должны еще 200 очков накинуть и этого хватит чтобы перейти в следующий пвп ну и по крайней мере у меня такая версия сейчас папа мы еще с проверим оу сорян что-то я не то нажал надо было это не выйти из игры ну да там только одна кнопка при почему-то раньше он не сразу вылетал в меню выходил так ничего смотри смотри мы нажимаем играть или настройки нет настройках у нас ничего такого нету и настройки вот смотри я допустим перезапускаю игру у меня настолько возвращаясь на дефолт то есть неважно какие здесь выставлял так нажимаем играть сейчас там должна быть кнопка сдаться вот смотрим короче вот такая тема допустим вот у меня 200 очков уже есть да и следующий вот мой второй уровень 400 это новый режим пвп соответственно третий режим а давайте пройдемся просто чтобы вы понимали до 3 уровень и нам позволяет создавать свой собственный кокон кокон это место куда может где можно возрождаться то есть его в любом месте можешь поставить соответственно если умер выбираешь в каком коконе возродиться есть все коконы которые тебе известны ты можешь любой выбрать и там появится вот на третьем уровне у тебя и такая возможность появляется чтобы его сам самому самому создать на четвертый уровень у тебя разблокируется возможность строить здание первого тира да то есть непонятно какие здания но возможность такая появляется 5 новый режим новый пвп то есть тоже не ясно как это будет выглядеть вообще эпизод 1 то есть какой-то опять сюжет новый на скорее всего на этой же карте так 6 уровень у нас появляется дополнительная возможность строить какие-то здания второго тира да а вот дальше седьмой уровень режим терминатор пвп режим с одной жизнью я так понимаю если ты тебя убивают все на этом твоя игра заканчивается правильно или нет и восьмой а еще и девятый есть еще 10 есть новые перки разблокирован пак пак новых внутри голых перков да 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 так третий тир девятый уровень разблокируется возможность строить здание третьего тира какие здания тоже мы не знаем гранд мастер называется это ну и десятые лица все это я так понимаю последний и все это придется как бы это придется достигать через вайп сервера мне картина если честно до конца непонятно я не знаю как это будет выглядеть так вот короче смотрите если сейчас я сдаюсь уж я не знаю фушиги fox насчет этой идеи то что тир подразумевает крепость постройки по крайней мере в других играх тир открывает новые новые постройки может быть здесь по-другому смотри у тебя химик эти уровни они у тебя останутся в любом случае будет вайт не будет вайпа то есть весь тот опыт который ты накопишь он у тебя останется вот здесь ты его не потеряешь соответственно рано или поздно там правдами неправдами если будешь что-то делать и дойдешь до конца вопрос только сколько у тебя это время не займет вот тут это быстрее сделает женский перс так ну давай сейчас я тогда сдаюсь и они все моя теория казалось верной плюс 200 соответственно 400 и мы можем идти в пвп ну может быть да да может быть ты прав все для нас снова режим пвп открыть давай посмотрим женского перса вот такая вот девочка у нас 1000 до кокона до 1000 до кокона это на самом деле блин ну посмотрим что за квесты там вообще ну блин ну пвп это конечно будет сложнее гораздо там каждый блин будет стараться тебя убить окон на я же рассказывал вот смотри ты видел когда я играл такая синяя штука на земле появляется и его активируешь и да это как сейф ты можешь там появляться инсты про это что ли про канал ну возьми переведи там почитай там я чисто по приколу сделал чтобы было интересно вот кокон это типа от сейфа твоего то есть когда ты умираешь у тебя открывается перечень твоих коконов там хаб и коконы и ты выбираешь кокон где ты хочешь появиться вот так ну чё погнали забрать награды идем пвп до игроки враждебные количество смертей стандартно опыт стандартно пойдем посмотрим да ладно не 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 это специально сделано для тех кто может быть заинтересуется что там написано потому что я думаю что там немногих кто читает вообще что там написано и второй человек наверно который задался этим вопросом так ночью осмотрим поле час нас будут валить просто безбожно мне кажется главное сейчас вырваться с хаба я не знаю куда-нибудь попытаться выжить да сейчас мы идем пвп меня радует только то что у меня шмот мой не выпадает когда меня будут убивать пенсачо я не скрывал там же написано там вся информация есть насчет размера карты не знаю химик я не знаю не могу сказать но по ощущениям не маленькая да потому что от края до края блин там понимаешь ее даже невозможно пройти потому что есть зоны где у тебя температура падает до отрицательных то есть из просто тупо замерзаешь если у тебя нету возможности тогда и эту температуру восстановить есть зоны пустыни которую где температура поднимается опять же ты получаешь урон вот есть токсичные зоны и и ну чтобы все пройти и понять насколько она большая нужно экипировку какую-то заиметь вот а так то если только сверху смотреть так что здесь у нас давай глянем капсульный отсек а давай просто пробежимся глянем просто чё здесь вообще такое доктор ты муж слушаю вас но я пошел вот и поговорили да это вот типа капсулы да слушая телку выбрал прикинь блин вот ты мне сказал женского персонажа показать а я забыл ее убрать я теперь за бабу играю она же слабее это чё боты ничего придется с ними сражаться а еще одна телка белка белка про белка белка про и не знаю почему она мне еще не убил я нашел хитрый способ попасть на пвп пацаны поэтому берите на вооружение не парьтесь если будете играть то по выполняйте два раза первую миссию сливайтесь и зарабатывать 400 и заходить на пвп потому что историям я говорю вы замучаетесь вы там очень много времени убьете с этим творим там с мясом с этим блин не берите вторую миссию не делайте выполняйте 1 собирайте 10 кусков сдавайтесь 200 вам запишется соответственно второй этап то же самое все опять сдавайтесь 400 заходите на пвп все на пвп самая тема на пвп и вам делать нечего так ну и чего дальше на паре посмотрим я не знаю гатория не дайте это наверно вообще надо бы дебилом просто на 10 кусков мяса собрать но блин вот здесь уже мало народу я думаю здесь уже совсем мало народу мой лут на месте вратам все вот давай приоденемся так снарядить снарядить причем он по новой ну естественно сдались у нас все по новое в наличии не так съем моё это же это да это администратор тут народу вообще мало я наверно самый хитрожопый который понял как как эту тему про курс кусить короче стоим тупо не выполнять эту миссию так чего у вас тут рабочий стол короче а вот смотри а вот этот весь шмот который у меня есть он не выпадет если меня убьют вот это меня радует наш принципе этого достаточно для того чтобы как-то жить а ясно хорошо самый загрот 009 кстати вот этот он по моему админ да уже нет понятно тоже самый активный до временная потеря памяти но ничего держи памятку она поможет тебе все вспомнить если трудности воде по воспользуюсь от венки то есть я понимаю здесь то же самое что и на по его еда давай почитаем да ну судя по всему то же самое все пошли радово тогда посмотрим те же самые задания что ли мы серьезно бля тут то же самое только пвп я думал тут что-то другое будет ясно ну зато это будет уже повеселее так нам сейчас надо водички надо быть нормальная покажи карту да давай посмотрим правда она у нас нихрена не открыта здесь поэтому мы здесь ничего не увидим это все надо пробегать смотри здесь уже кто-то сундучки расставил короче готовится захвату территории ну чё ты хочешь сказать вот то есть любой контейнер можно открыть смотри об все лежит бери не хочу об узкий брак туса смотри корнепалка вот можно брать наверное если не убьют пустой короче здесь я так понимаю защита вообще никакой нету да пусть контейнер не защищен в принципе а второй это который более продвинутый да так нам надо короче это у нас спирки все по нулям да у нас технологии по нулям нам надо открыть хотя бы флягу фляга 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 нам надо хотя бы одно очко так погнали завалим кого-нибудь так чё у нас есть очко да у нас есть отлично активируем вот минус моей схемы в том что все панк обновил сначала придется приходится до проходить но тут уже как бы как кажется он для себя убирает я так понимаю если мы не сдаемся мы проходим на у тебя есть очко да у тебя будет легче братан и так понимаю если мы не сдаемся у нас вся прокачка остается мы просто тупо заходим на пвп в этом есть конечно свой плюс но если вы хотите побыстрее на пвп когда вам нужно пойти по моему пути мне кажется он самый простой да они смотри они по урону одинаковые лавова полегче полегче да ладно смотри пушеги фокс ты видишь белка твари на чё толку то у меня все равно все останется я даже не успел ничего это для сообразить нет она может убивать мне сколько хочет это бесполезно я же бессмертный пошли мочить белку так про оружие не рассказал на вот смотри глиф аксинобой сто двадцать три урон глифа стражи сто двадцать три они одинаковы по урону ну знаешь такими наклонностями надо все-таки к клиническому психологу либо психиатру потому что если убить ради убить это ненормально нет они не ломаются вообще оп 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 сучка почти-почти щас 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 я его достану он далеко не уйдет да 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 ты прав как ты прав иди сюда тварь смотри все на белку ополчились он сваливает спасибо за подписку слушай ну да спасибо как сказать ну если раз нравится да то зайдет базара нет вот со своими приколами со своими фишками фишками ну чё ты иди сюда чё ты чё ты сбежал то блин и нужно тренировался блин сейчас мы все равно добьем не ну так не бывает о завалили его все-таки 009 его добил а мы это заберем а они изношены блин от них нет толку короче здесь надо аккуратнее просто посмотри тут какие звери тут маньяки сидят они вообще даже выйти не дают схаба блин просто маньяки мать ваш а шакибон смотри в 1800 стартует распродажа сегодня поэтому пока ты не можешь ее купить играют только те кто раньше приобрел dlc к этой игре им на сутки далее возможность заранее поиграть архимик смотри белку короче вот она вот и не ну я ничего не теряю от этого я только тренируюсь на самом деле да как тут проследишь ты понимаешь что в порыве боли но он хорошо ты посмотришь да еще остановишься он тебе впишет в этот белка противная вообще тварь просто так короче какие у вас приложения есть на стрейфы не тратить до энергию тупо попытаться так и и короче где он более 10 данных ну короче я понял эта тема как в расти блядь наш когда на спауне там не дают выйти короче новичкам тупо валит всех подряд итак что ты имеешь ввиду а вот он вот подожди 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 тут и 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 ну давай давай come on час катаемся по блокам не знаю чуть не делать силовой блок постоянно ставлю все равно пробивает чем уже там интересно короче если здесь такая же тема работает как и на пв хилки она юзы да у меня их нету ни хрена не он точнее они мне есть но мне нужно ящики раскрывать я видел да он в этот раз хилки заюзал а 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 кубочку смотри а потом так быстро заюзал то и Утс. Не, ну надо, надо, по-любому, потому что это же ПВП, ё-моё, если ты не научишься драться, то делать нечего вообще. Он с кулаками просто, да. Давай тоже попробуем с кулаками. А ему интересны очки, из-за этого падают, нет? Опыт какой-то идёт. Ой-ой-ой, а чё ты оружие взял? Утс. Утс. Продолжение следует... Блин, ну почти-почти-почти... В окулоках вроде поинтереснее... Давай, иди сюда, давай-давай... Кому-кому... Иди-иди, давай-давай... Давай, выходи! Че ты, че ты застал, что ли? Эй, я тебя жду, давай-давай... Мы не закончили? Кому-кому... Пошли, давай-давай... Да. Тварь, блин. Кстати, по поводу вот этой темы, по 200 очков за задание, может быть здесь тоже прокатится, кстати говоря? Чтобы на третий уровень перейти, допустим, пять раз это задание выполнить, еще набрать и все. И что, ну и что, что мне смерти засчитываются? А, ааа, ааа, спасибо, ёп, я сейчас в Войда превращусь, я забыл про эту херню. Блин, ха-ха-ха, это чё? Кстати говоря, а если я в Войда превращусь, я же смогу ей отомстить по-любому. Ну давай, давай, камон, Войдом встанем, надо посмотреть, что такое Войд в принципе. Да? Интересно же. Давай, иди сюда, иди сюда, чё-то, чё-то, давай, 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 камон, камон. Не, а чё ты сваливаешь-то, эй, блин, вот тоже такие сакуны, да? Раз такой, чё-то, вдарил, такой раз обратно, типа, чтоб не досталось, блин. Ой, блин, вот это лохи, вообще, просто. Чё вы там встали-то, идите сюда. Э, дрочуны, блин. Так, надо стамину, стамину подкопить. Ооо, белку завалили, пацаны, вы видели? Нет, смотрел, шмот ее подобрал весь. Хо-хо-хо-хо. А мне интересно, а он же мой шмот подбивает, нет? Это получается, можно тупо так шмотом спамить, фармить точнее, прикинь. Да-да, я голый, у меня все сломалось, смотри, штаны, короче, все, куртка, все, ботинки, все, и я просто стою голый. Блин, где мне теперь штаны-то взять? Спасибо. Да я вот тоже думаю, да, для Влойда, короче, это. Посмотри, чисто, что это за херня. Интересно же, да? У меня девушка какая-то. У меня нет яиц. Блин, как вы вовремя-то сваливаете, а, цыкуны, блин, вообще. Ой-ой-ой, блин, белка, позор просто, просто позор, посмотри. Как только начал проигрывать сразу, хоп-хоп-хоп, и все, и нет его. Так, ладно, они хотят и меня убивать, пойду, я сам утоплюсь. Пойду голыми руками на Юта. Сколько мне там еще смертей осталось, чтобы воидом стать, интересно. Вот сейчас фпс проседает, вообще капитально, блин. Он, ну-то в кучу набежал, и все, фпс просел. Опа, опа, смотри, а у нее телефон там есть. Все дела. Да, фпс помним, любим, скорбим, базара нет. И что-то вообще, смотри, блин, что за фигня? Оптимизации никакой. Блядь, повисло все вообще. Что за хрень, блин? Минус игра, да, ёпта. Все. Вот и протестировали, ребята, вот и протестировали. 9 минут до старта. А у нас, ну, как бы, мягко выразиться, наступил полный пипец в игре. Так, ну че, давай, игра упала, да, заранее, чтобы никого не расстраивать. Блядь, у меня даже мышка, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну охренеть, ну охренеть просто. Так, ладно, пацаны, сейчас, короче, я в режим отладки перейду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пацаны, ничего не минус, стример на месте. А игра минус. Так что смотрите, я, конечно, не хотел специально это делать, но вы все сами видели. Блядь, игра повисла, у меня даже курсора мыши нету, вот просто, я не знаю, она не вырубается, блядь, курсор мыши пропал. Что, я не знаю, компьютер далеко не самый хреновый, а вот. Пацаны, пацаны, не знаю, мне, короче, вообще ничего не работает. Я даже в диспетчере задачи не могу, мышка, ничего выбрать. Понимаешь? 92% памяти занято. 16 гигабайт оперативной памяти в итоге все занято. Блядь, чем? У меня один вопрос. Я вижу, что Population Zero у меня сейчас занимает 7 гигов. Это один. Второй еще один гиг. Давай попробуем Steam Warby, да? Почему-то две версии игры запустилось, блядь, что это вообще? Так у меня диспетчер и включен, кап, ты что, не видишь, что ли? Все, у меня мышка просто, ее нету, курсора нету, я ничего не могу сделать. Я вот нажимаю, да, она у меня вот здесь вот появляется. Все, здесь, да, базара нет. А здесь вообще никакого этого. Их почему-то два у меня здесь. Два процесса. О! Так, один отрубился, ну-ка. Давай вот этот сейчас посмотрим, что там. Смотрим и удивляемся. Блин, главное, чтобы прогресс сохранился, чтобы мы смогли сегодня посмотреть, что такое void в принципе, да? Интересно. Бля, ну, то же самое, блядь. Курсора нет. Так, вырубаем стим. Стим вырублен. Их почему-то две версии спускается, что-то хрень какая-то. Да ты чё? А может быть, это действительно не с нашей стороны косяк. А мы тут мучаемся. Но подожди, ну тогда чё у меня комп-то вообще не дышит ни хрена. Бля, ну это чё, жесть, перезагружаться, что ли, полностью? Так, пацаны, давайте. Мне, чтобы продолжить стрим, мне нужно ребутнуться. Поэтому я сейчас на какое-то время он у меня оборвётся. Если есть желание продолжать, досмотреть, сейчас у нас 18.00 наступает, да, у нас сейчас пик начнётся, я так думаю, по заполнению серверов. Просто интересно посмотреть, что из этого получится. Поэтому давайте сейчас я, короче, рестарт сделаю, да, и продолжим, короче. Я думаю, что, точнее, я надеюсь, что нам это поможет. Потому что что-то хрень какая-то. Что-то хрень какая-то. что-то хрень какая-то. Продолжение следует...